Здравствуйте, еще раз добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте, еще раз рассаживайтесь, если можно. Мы продолжаем наш просветительский марафон. Марафон открытой библиотеки совместно с Эрмитажем, диалогов открытой библиотеки. Это второй диалог. Долго мы решались на эту тему, потому что говорить об этом сложно, но, видимо, все-таки нужно. Взрослые проблемы современной школы, я не откладывая в долгий ящик, сразу приглашу глубоко уважаемых мной Людмилу Владимировну Петрановскую и Сергея Зиновича Казарновского. Вот пока вы присаживайтесь, я немножко объясню выбор таким, наш выбор собеседников. Мы долго думали, как говорить о том, о чем столько лет, в общем, было как-то принято молчать, мы не знаем, было это или не было, и о том, о чем сейчас вроде все начали говорить, но поскольку новости такие шокирующие, то говорить об этом раньше не приходилось, то языка, которым говорить о сексуальных, например, намогательствах в школах, у нас не существует. И вот, наверное, первый вопрос к вам обоим, хотя мне кажется, что, Людмила Владимировна, вы лучше справитесь сейчас с ответом, почему у нас не существует языка о том, языка, которым нужно говорить о сексуальных домогательствах в школе, потому что их никогда раньше не было, этих домогательств, об этом не стоит в принципе говорить, или об этом мы просто не говорили, а все это было и как-то где-то там тлело, набухало, а потом вырвалось. Ну, тут, мне кажется, языка-то у нас очень про многое, чего не существует. Собственно говоря, ну, даже про, что называется, нормальный взрослый секс у нас не очень хорошо с языком, словами-то, со словами, да, и с называнием каких-то вещей. Вот, а уж тем более про какие-то темы, связанные с насилием, с абьюзом, с... Ну, вот я использую заимственное слово «абьюз», потому что нет там каких-то традиционных устоявшихся слов тоже в русском языке, потому что слово «использование» ну не совсем то же самое значит. Вот, поэтому я думаю, что мы не говорили об этом в том числе по той же самой причине, по которой мы не говорим о множестве очень трудных тем. В ситуации, когда о чем-то трудно, сложно, больно, небезопасно думать и говорить, начинают срабатывать на обществе, на социуме в целом такие же психологические защиты, как они срабатывают в психике, вытеснение, отрицание. И, собственно говоря, на этом весь разговор и прекращается. Сергей Зинович. Знаете, я не был так специально, когда вопрос готов, но сразу вспомнил, в конце 80-х годов меня пригласили в Соединенные Штаты делать спектакль с советскими тогда американскими детьми. И в такой лэйзи-дэй, это как бы выходной, собрались американские педагоги, я один, женщина все в кафе, пили кофе, пиво, что угодно, и стали говорить о любви. И возник вопрос про любовь. Ну вот как вы договариваетесь о том, что должно произойти? Я вдруг понял, что у меня нет таких слов. Он говорит, ну вот у вас это происходит? Я говорю, происходит. А как вы говорите? Вот говорю, вот прямо вот как пригласить куда-то от кого-то, говорю? Я не знаю. Я говорю, может, у нас такие поэтому романы длинные, что пока договорятся вот всю эту историю. Этого языка просто не было. Это первое. А второе, при этом при всем, дети все знают. И я вспомнил недавно первоклассников, смотрел, ну первоклассников, тех, кто поступает в школу, мы с ними разговаривали, и зашел разговор, как правильно класть для Деда Мороза какую-то штуку, чтобы он нашел ее и выполнил желание. Мальчик сказал, что надо положить обязательно в холодильник. Ну вообще логично, и подумал я, но не сразу. А я его спросил, откуда ты знаешь? И вдруг он ответил удивительно. Откуда я знаю, откуда я знаю? Удивительный же текст. Вот и тут, оказывается, мы же не говорим про это, а все знают. Все равно. Ну вы провели собрание в своей школе с учителями своей школы, вот вы директор школы, класс-центр, да? Вы провели собрание по, не знаю, по итогам или по следам происшествия, допустим, в 57-й школе? Псих, что ли? Нет. Нет, ну дело все в том, что те, кто не работают в школе, всем кажется, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Да, потому что такая школа. Да, потому что про это стали говорить. Да мы все хотим, чтобы про это говорили. Возьмите новости, которые сейчас, ну идет там, новостная лента, и тут же пишут, например, Казарновская уехала из Москвы. Что, она родину что-то покинула? Она в деревню просто уехала жить, а все ждут, что именно так напишут. Так и про эту историю. В школе, школа – это место любви, это территория любви, где происходит черти что и всю жизнь происходило. Найдите хоть один фильм, где говорилось бы в фильме о том, что в советском. Учиться надо. Везде кто-то влюбился в это, кто-то не в это. Там все это происходило. Вопрос другой. Готовы ли мы к тому, чтобы об этом говорить, и что это действительно происходит в какой-то жуткой форме? Действительно, вот смотрите, сколько происходило сейчас событий. Школа, Лига школ. 57-я школа. Да, Менделеевича сняли. Конечно, я с ним знаком был лично, и очень хорошо знаю эту школу. Вот как механизм, как это происходило все. Да, когда-то что-то произошло. Да, он знал. Ну, не говорят, и слава богу, черт узнает, что там случилось. Куда-то они поехали, забыли. Потом наступило время, все это всплыло. Это стало все казаться страшным и невероятным. У Вознесенского есть стихотворение, которое звучит так. «Яблоки сами лазят через забор к ворующим». Не потому, что это точно так, но то, что это происходит так или иначе, в разных формах. Но я могу рассказать про свой опыт. Просто я говорю, отвечая на ваш вопрос, почему не проводят собрание, не говорят. Потому что в школе понимают, что... Вообще, это деликатный вопрос школы. Я думаю, что психологи нам лучше объяснят, почему. Я потом больше расскажу. Если бы Мила Владимировна разговаривает, а не со мной, что уж тут. Я могу даже спрятаться. Катя, уходите тогда. Но ничего более деликатного, чем образование, нет. Ничего более недетерминированного, чем образование, нет. А мы занимаемся конвейерным делом. То есть каждый год мы рассказываем про ЖШИ, про дважды двадцать четыре и так далее. Но на этом конвейере не чушки. На этом конвейере каждый раз абсолютно разные дети. И каждый раз эта проблема возникает. Да, я помню прекрасно. Веду репетиции, там, восемьдесят какой-то год. Вдруг ко мне подходит друг грузин, красивый парень Геша Берзанишвили. Я говорю, это так. Он говорит, я уйду. Пойду домой тихонечко. А вот девушке из десятого класса, которая будет меня спрашивать, скажи, что будет мне очень... А он с ней репетиции вел. Она меня изнасилует. И убежал. То есть он был как бы в роли учителя. Понимаете, в чем дело? Конечно, надо говорить, что это табу, что этого не может быть. И вообще об этом думать нельзя. И вообще это невероятно и так далее. Правда, я согласен с этим. Этого быть не может. Так был бы Леонид Лиходеев, замечательный писатель, у которого была такая книжка «Я и мой автомобиль». Он начинался с того, что во двор въехал катафалк на заднем борту, которого белела надпись из автодорожных правил «Соблюдай дистанцию». Это главный педагогический такой ресурс, правило. Соблюдай дистанцию в разных смыслах. В самых разных смыслах. Соблюдай дистанцию. Но не происходит этого всегда. Мы говорим тысячу раз об этом, но не всегда происходит. Дмитрий Владимирович. Мне кажется, как раз потому и не происходит, что это не проговаривается. Та проблема, с которой мы постоянно имеем дело, это то, что у нас совершенно нет традиции, нет такого принципа проговаривать правила, проговаривать правила игры, проговаривать протоколы. У нас все время, мы крутимся вокруг обсуждения «хороший человек», «нехороший человек». Любая ситуация, которая не попадает в поле зрения общественного внимания, пусть там эти скандалы с 57-й, с Лигой школ, или сейчас по поводу семьи зеленоградской, скандал. Все начинают обсуждать. Верю, не верю. Было, не было. Хороший человек, нехороший человек. И совершенно нет традиции, нет правила обсудить протоколы. Вообще, почему это считается нормальным большим количеством людей, что, не знаю, девочек, приходящих в школу, встречают поцелуем на входе? Это происходило много лет, это происходило на глазах у всех. Все считали, что это нормальный школа территории любви. Это разговор о правилах, это разговор о протоколах. Либо мы начнем говорить о правилах, о том, что какие-то вещи возможны, какие-то вещи невозможны, либо мы начнем дискутировать об этом, обсуждать, почему, почему это возможно, почему это невозможно. Ну, либо так всегда и будет, да, из серии, вот, человек хороший. А мы это кто? Мы это вот мы все, или мы это Министерство образования? Мы это прежде всего те, кого это интересует. Я думаю, что это прежде всего профессиональное сообщество, но поскольку в школу ходят наши дети, то мы в том числе родители, в этом смысле, да, мы все. И вот это, мне кажется, такой какой-то бич некоторого нашего общественного сознания, да, это отсутствие разговора о правилах, принципах и протоколах, когда все время все… Я просто вспоминаю историю такую полуанекдотичную. Мы там хотели одну программу делать при подготовке кадров для работы с приемными родителями и в том числе обращались за поддержкой к руководителю там крупного одного коммерческого банка. И когда мы разговаривали, объясняли, почему нужна программа, он такой молодой, такой загорелый, такой приехал откуда-то с серфинга, он сказал, знаете что, я не верю вот в это все обучение, вот это вот все образование ваше. Главное, чтобы человек был хороший. Вот в работе с людьми главное, чтобы человек был хороший, да. Вот, ну вот очень хотелось спросить, у него готов ли он, если у него, не дай бог, случится аппендицит, например, да, вот по такому принципу выбирать врача, да, неважно, учили ли его делать операцию аппендицита, не учили, соблюдает ли он правила этой операции, протоколы, да. Главное, чтобы человек был хороший. Вот, к сожалению, у нас все обсуждения вот начинаются вот про это. Ну, если человек хороший, то ему можно, а если человек нехороший, то не надо. А хороший или нехороший, разные люди видят по-разному. Мне кажется, что очень важно, чтобы, да, проводили собрание. Не в том смысле, что директор говорит там, чтобы мне-не, да, а в том смысле, чтобы люди сели, посмотрели друг другу в глаза и обсудили вообще, что нормально, что ненормально. Как можно дойти до жизни такой? Где у нас сфера риска? Что такое делает школа уязвимой перед тем, чтобы абьюз стал становиться нормальным? Потому что, извините, вот вся та история, которая была про 57-ю и про Лигу школы, это не территория любви. К любви это не имеет ни малейшего отношения. Это может быть переживаться там юными созданиями, да, как какая-то влюбленность, и потом им плохо от того, что когда они начинают понимать, когда их догоняет сознание, что, может быть, они изнутри себя и думали, что это влюбленность, но их реально использовали. Потому что влюбленность, это, знаете, все бывает, да, там, девочка влюбилась в учителя, роман, поженились и так далее, или не поженились, но это роман. Когда она выясняет, что она Н плюс первая в списке, это не про территорию любви, это про абьюз. И это очень разрушает, да. Я видела, к сожалению, да, в каком состоянии многие те, с кем это случилось 20-25 лет назад. Я общалась там с теми же выпускниками. Лиги школы, видела их там записи. Это след, который остается очень надолго. Это то, с чем потом людям очень тяжело жить. Это то, что потом требует большой работы. К этому нельзя относиться легко, и нельзя к этому относиться как просто к какому-то эксцессу. Я к вам с вами согласен абсолютно в том смысле, что в каком-то случае это, конечно, не любовь, а в каком-то случае это вдруг и есть любовь. Как это, в какой момент это узнать? Простой пример. Подождать выпускного, я думаю. Простой пример. Да, если вы тут правы. В прошлом году летом учитель истории из моей школы женился на вопснице школы, которую закончил вместе с моей внучкой школу. О том, что у них есть взаимные симпатии, все видели, все говорили. Больше того, кое-что было известно такое, ну, как такое, слухи, там что-то такое, что хотелось бы ему какие-то более резкие вещи сказать. И тут школа и школа, это жизнь. Мы обсуждали это все, говорили. Вдруг оказывается, так было страшно. Вдруг, что эта девочка, тут абсолютно искренне, кстати, тоже, вдруг поймет что-то не так, не дай-то бог. Это же живая история, это же не вообще что-то где-то. Это же так просто. Когда вы говорите о том, что нет никаких правил, это неправда. В том смысле, ну, то есть я вас не говорю, что их нет вообще, что-то не обсуждается. Обсудать можно по-разному. Например, в нашей школе есть некий меморандум, который каждый ребенок подписывает 1 сентября, каждый педагог, каждый год заново, и родители в том числе. В этом меморандуме оговорены некие этические, эстетические нормы. Понимаете? Их тоже нельзя ведь, как это правильно сказать, это же нельзя сказать, вот это так, и так, и так, тоже не прописываешь. Понимаете? Ну, вообще-то говоря, технология образования, она очень тонкая вещь. И если, вот, вот очень важная вещь. Если технология образования станет такой, которая стала сейчас абсолютно технократической, в которую ушло все, что живое, связанное с эмоциональным, развитием эмоциональной сферы человека, говорить просто не о чем. Послушайте, мы же сейчас с вами говорим так или иначе о чувствах, о точности, их вы сами говорите, чувствует или не чувствует, и только тогда можно понять, насколько это так произошло, что ли не так. В Древней Греции каждый мальчик должен быть уметь играть на кефаре. Зачем нам про это знать? Оказывается, важная штука. Он в будущем должен был держать оружие в руках. Оружие – вещь капризная, изначально данная, чтобы защищать землю, семью, или какие-то идеи, оно может очень быстро обратиться в оружие. Из оружия воинов, оружие бандита уничтожать. Как это может быть? Их начали каким-то образом воспитывать, чтобы так говорить. И я вам могу сказать, что это очень важный пример, когда в школе существует некая атмосфера такого воспитания. Тогда проще про что-то говорить. Понимаете? Когда мы говорим о том, что давайте вот скажем, так-так нельзя. Один только вопрос простой вам. Скажите, когда я глажу ребенка по голове, это акт физического контакта? Физического. Чем это отличается от подзатыльника, который произошел в этот момент? Практически ничем. Можно ли дать в школе подзатыльник? Можно. Если я в этом смысле не унижаю человека. Это может восприниматься абсолютно как то же, когда говорят, я читал, прочитал все эти тексты, про то, что как-то можно целоваться 36 лет целую детей. я все. Смотрите, вы опять предлагаете положиться на критерии хорошего человека. Хороший человек, пусть гладит по голове. Я не хороший, я просто их целую, я потому что люблю, но, но, при этом у меня очень жесткие отношения требуются к всему там, что происходит. Это правда. Это ничего не меняет. Смотрите, я родитель, я отдаю своего ребенка в школу. Я не знаю, какой человек там будет. Абсолютно. Хороший или нехороший. Вот можно, я буду уверена, что моему ребенку там не будут ни из каких соображений давать подзатыльник и ни из каких соображений не будут его целовать в губы. Можно вот я буду в этом уверена, как родитель. Я про губы не говорил. Ну, в данном случае. Но в лиге школ, по-моему, их тоже в щеку целовали. Не то, чтобы я сравнивала, но я так просто. Хорошо, в губы, не в губы, куда бы то ни было. Нет, подождите, а это важно? Нет, это интимный все равно контакт. Это контакт, который существует между близкими очень, между родственными людьми. Я не знаю каких-то людей, которые, ну, я не знаю этих людей, которые просто занимают эту должность. Почему на основании того, что он занимает эту должность, он имеет возможность мацать ребенка? Я не понимаю. Это, понимаете, есть одна крайность, да, есть там та крайность, которой сейчас пришли многие там европейские школы, английские школы, когда к ребенку невозможно прикоснуться, даже если он плачет, там невозможно его там обнять и погладить по голове. Да, это одна крайность. Но когда мы вообще как-то границы раскрываем и полагаемся на то, что человек это делает из любви, из хорошего отношения к ним, не знаю, мне как родители это очень напрягает. А понимаете, какая штука? Вы делали все в том, что я ведь обнимаю не как директор, а как человек, которому в данном случае, ну хорошо, простая вещь, вот я им вручаю какие-то грамоты за что-то на директорской переимене, выходит там мальчик, я ему жму руку, выходит там ребенок, вот я вручаю грамоту девочку, да, я целую, там щеку, не знаю, щеку, да, и что? Понимаете, дело все в том, что родители нормальные ведут не в школу к директору, ко мне приходят родители в первый класс и говорят, какая у нас будет программа по математике? Я говорю, вы психи, вы отдаете ребенка на 10-11 лучших лет жизни, а спрашивают, какая программа по математике? Придите на один один и один дверей, придите, посмотрите, какие лица у людей, как там что происходит, как люди разговаривают, какой запах в столовой и так далее, и так далее. Вот они к дуа приходят, поэтому в этом нет ничего страшного. И тут действительно можно дойти до психушки, когда мы дотронулся, не дотронулся, это все мы проходили и в тех же Соединенных Штатах, я знаю, мой педагог-хореограф, 5000 долларов заплатил за то, что он руку поднял, девочка, которая занималась хореографией. Кстати говоря, в моей практике есть случаи, есть случаи, и это тоже надо понимать, когда отношения с учителем, вернее, придуманные, придуманные отношения с учителем якобы домогательства использовались как ну просто донос, как что-то еще попытка, значит, шантажировать его. Да, я эти случаи знаю, у меня были, правда. Смотрите, тут что как бы важно понимать? Во-первых, насчет того, что куда вы приводите ребенка, вы приводите к людям. Ну очень прекрасно, да, но уж не нам из Москвы рассказывать, как это происходит. Сегодня ты привел в одну школу, завтра ее оптимизировали, ну все другое, и все изменилось. И это вообще никак не зависит ни от тебя, ни от родителей, ни от того, куда ты привел, то есть реально все равно ты приводишь в систему, ты реально приводишь все-таки к людям с определенной должностью. И тебе хотелось бы, чтобы эти рамки профессионального взаимодействия имели какие-то ограниченные рамки. Второй момент, от чего зависит напрягать или не напрягается, когда там, не знаю, пожимаете руку или там обнимаете ребенка. От того, например, можно ли это обсуждать? От того, например, если кто-то будет недоволен или кто-то будет напряжен, может ли ребенок сказать не надо, может ли его родитель сказать не надо, или в ответ начинается, как вы можете катить бочку на нашу прекрасную школу. Ведь особенности вот этих всех систем, в которых возникает абьюз, это всегда очень специфические особенности. это не в том дело, что там действительно кто-то кого-то там за плечи приобнял. Это всегда особые системы, особо закрытые, когда человеку предлагается довериться этой системе полностью с потрохами, отдать туда ребенка полностью с потрохами, когда любая критика, любые сомнения начинают вызывать защитную реакцию. И мы это видели, например, при обсуждении 57-й школы, когда, слава богу, только в соцсетях, но чуть не растерзали тех людей, которые подняли этот вопрос. Когда каких-то гадостей они не слышали. А вы правда считаете, что этот вопрос должен был быть поднят в соцсетях? Вы правда считаете, что вопрос внутренней школы? Я, кстати, извините, что я влезаю в ваш профессиональный разговор, но тем не менее, я не думаю, что проблемы сексуального абьюза это проблемы элитарных московских школ. Я слышала про случаи в Магнитогорске, в Новокузнецке и других городах, где с элитарными школами скажем так, непросто. А в эти нелитарные школы менее закрытые системы могут быть и меньше защищаться от критики. В том-то и дело. Дело не в случае. Дело в том, что происходит, когда кто-то говорит, меня это смущает, мне это не нравится. Что после этого происходит? Начинается закрывание и защита мундира любыми способами, с уничтожением и втаптыванием в асфальт любого, кто открыл рот. Или в ответ начинаем разбираться. Хорошо, мне это не нравится, куда я могу с этим пойти? Есть ли у нас этическая комиссия? Есть ли у нас какое-то место, есть ли у нас какая-то процедура рассмотрения таких вопросов? Вот там девочку это смутило, ей это не нравится. Какие у нее варианты? Только сразу писать заявление в прокуратуру? Или она может куда-то пойти, где-то это рассмотрят и скажут, я не знаю, они смогут договориться, не знаю, принести извинения. Ведь почему тогда это вылилось, да, с 57-й в конечном итоге в прессу, в соцсети и так далее? Потому что обсуждение внутри школы ни к чему не привело. Не привело ни к чему. Если бы это было обсуждено на самых ранних этапах и тогда бы сделали выводы, я вас уверяю, все бы это затихло и нормализовалось, эта ситуация. Это когда нет рамок, когда нет процедуры, как нам разобрать конфликтную ситуацию, то очень легко распуститься, он легко позволит себе под разными красивыми словами все, что хочется. Или есть рамки, и эти рамки держат, на самом деле, даже в тех случаях, когда есть какие-то импульсы. Импульсы-то, конечно, есть. Ну, старшеклассницы прекрасны, старшеклассники чудесные, молодые, умные, красивые учителя, вообще чудесные. Безусловно, импульсы между ними как бы проскакивают, и в этом нет самому по себе никакого криминала. Весь вопрос в том, есть ли у нас рамки. Ну, это, я не знаю, аналогия с водителями на дорогах. То, что людям хочется не тормозить лишний раз, а проскочить побыстрее вперед, это абсолютно понятно, нормальное человеческое, да, и желание скорее попасть домой. Есть ли в этом какой-то криминал? Нет. Но нам хотелось бы, чтобы были светофоры, и нам хотелось бы, чтобы они останавливались перед зеброй, если мы ходим ногами по этим улицам. Нам хотелось бы, чтобы это было. И мы видим, что если эти правила устанавливаются, они начинают соблюдаться. Да, потому что каждый считает, что он-то как раз сейчас хорошо проедет и ничего не сделает, а потом, как говорят англичане, ничего не случилось, пока ничего не случилось. Нет, нет, то, что вы правы в одной очень важной вещи, и мне кажется, что здесь это будет очень понятно, когда директор становится, директор школы становится менеджером и теряет свою главную, вообще-то, что это педагог? Педагог, который решил посвятить свою жизнь на разговоры с детьми. Когда у него это время уходит на все, что угодно, только не на это, тогда говорить, конечно, не о чем. Вот смотрите, как эту ситуацию решать? Вот ни одна же девочка когда-то никогда не обратилась из-за стыда, из-за чего, если это было. Как эту ситуацию поднять? Как ее вынуть? Как про нее говорить? Я скажу, есть одна очень важная вещь. Рефери на ринге, да, он в состоянии гроги, это состояние, когда человек поплыл, определяет, не когда он упал, да, он открывает счет нокдауна, когда видит по глазам. Это вот то, что директор должен увидеть, что-то такое. То, я не хочу говорить про 57-ю школу, то, что вот нюхом, вот что-то не то происходит, он может почувствовать, да, это должно происходить, для этого он должен по-другому жить. Когда он приходит, говорят, вот была такая замечательная школа у вас, как вы думаете, мне хорошо, я говорю, в этой школе теперь часть комплекса из 20 школ, я про нее ничего не могу вам сказать, это правда, этот человек должен быть в школе, человек с невероятным авторитетом, я вам скажу, практически ни одну проблему с точки зрения просто закона, это так нельзя прописать, чтобы можно было решить ее так или иначе, не доверив, что вот, ну, какой-то человек авторитетный, в частности, директор, может понять, как ее решать, не всегда понятно. Я не готова это давать на отпут к какому-то человеку. Смотрите, как устроено, например, в других помогающих профессиях, да, опять-таки, я сейчас не говорю, что так устроено в России, нам, к сожалению, тоже до этого еще большой путь приходится пройти, да, возьмем там опыт, где с этим лучше. Допустим, психолог, да, он тоже в очень, в очень щекотливой ситуации, он наедине с клиентом, клиент раскрывается, там, не знаю, говорит самые свои какие-то интимные вещи, то в том числе тоже могут быть какое-то эротическое чувство между ними возникнуть, да, и просто какая-то очень такая близость высокая. Если, как решается этот вопрос, кому-то что-то напрягло, кому-то что-то не понравилось. Есть профессиональные ассоциации, в профессиональных ассоциациях есть комиссии по этике, есть понятная процедура, куда приходят и рассматривают, что, кто сказал, как было, что было. Несколько людей, авторитетных для профессионального сообщества, высказывают свое мнение, были ли совершены ошибки, не было ли совершены ошибки, выносят какое-то решение. Вот, собственно говоря, это и есть процедура. Не может такая важная вещь, как безопасность психологическая, сексуальная, физическая детей зависеть от того, гениальный там директор или негениальный. Согласен абсолютно. Это невозможно. Согласен абсолютно. А для этого существует такая служба, как психологические службы в школе. Должны быть для этого? Нет, психологические службы в школе тут ни при чем. Психологическая служба в школе это служба, подчиненная директору. Она не является профессионально независимыми экспертами. Кто такой школьный психолог. Это тот же самый, кто... Знаете, чем отличается школьный психолог от учителя? Он уроки не ведет. Уборщица тоже не ведет уроки. Уроки не ведет. И к нему приходят дети и с ним разговаривают. В отличие от обычного. Эти службы все сократили, потому что при подушевом финансировании их практически нет. Их просто сократили. Это люди, которые смотрят градус. Как приходит учитель в школу работать? Первую очередь разговаривать с психологом. Потому что это наш... Ну, то есть, грубо говоря, нашей крови или не нашей крови, в ту или другую школу. Я с вами конечно абсолютно согласен, что правила какие-то как-то должны быть прописаны. Мы для себя, вот лично я понимаю, что мы делаем в некоторых наших мемориатумах, что-то поговорим. Но есть, конечно, очень важные вещи, про которые, конечно же, идет разговор. Но представляете, разговор с оттяжкой через 25 лет очень сложный. Никогда не поймешь, как тут и что. Я сейчас к чему говорю? Я абсолютно не возражаю. Не то что не возражаю, поддерживаю в том, что говорите, что это очень какой-то... Ну, очень тревожный момент, который возникает. Но я совершенно точно сегодня понимаю, что у нас, к сожалению, механизмы такого, про которые вы так говорите точно, его просто не существует. Просто не существует. По многим-многим причинам. Я прочитал все, что происходит сейчас, все, что это психологи. Почему по-разному люди говорят? Потому что что? Каждый из этих любил плохой педагог? Педагог был. Отличный педагог был. Он отлично все и привел. Потрясающе. Могли ли представить? Да не могли. Просто не могли. Что значит не могли? Подождите, я разговаривала с учителями. Мне не очень честно вам скажу, не очень бы хотелось разбирать конкретные кейсы там лиги школы или 57-й школы. Мне хотелось бы все-таки поговорить, что называется, в общем. Но тем не менее. Я говорила с преподавателями, которые работали в 57-й школе, которые знали педагогов, которые сейчас обвиняются в сексуальных домогательствах. И я спрашивала, скажи, а вот ты слышал эти разговоры? Да. Как же ты можешь там преподавать? Как же ты мог отвезти туда своего ребенка, учиться, если ты про это слышал? Ну я слышал, но Бог его знает, что говорят. Точка. Опять-таки, потому что совершенно непонятно, что делать. Вот допустим, ты слышал, допустим, ты встревожил. Справку приносить. Вот как же нас сейчас ведь все учителя, прежде чем прийти в школу, приносят из психдиспансера справку. Правильно? Не, ну так ведь? Ну может быть такую, что вот он кастрирован уже и как-то приносить, чтобы в этот вопрос... Я, понимаете, я не валяю дурака. Я просто хочу сказать, эти все люди замечательные педагоги. Сколько мы есть замечательных людей, художников с другой ориентацией. При нашей сегодняшней ситуации можно вообще их так расстрелять всех. Ориентация тут вообще немножко... Почему есть ориентация? Педофилия к ориентации не имеет никакого отношения. Просто я привожу некий пример замечательных художников, которых можно травить по этому поводу. Это действительно всегда очень трудно увидеть. Тех, кто неинтересен в школе, сер и так далее, с ними ничего не происходит. В этом смысле тоже. Понимаете? А действительно, ну притягательные люди, ну действительно интересные. Черт его знает. Вопрос другой. Вопрос другой. Что должно это караться жесточайшей. И, конечно, они должны потерять, покидать эту территорию. Провокационная территория. Провокационная. Скажу вам точно. Обсуждать можно бесконечно. Я только... Я ведь не просит того, чтобы говорить. Я просто говорю о том, как практик, что она сложная ситуация. Ее просто вот так вот... Так не решишь. Так кто будет обсуждать-то? Если учителя не хотят про это говорить, а только говорят... Говорят, только закрываются. Кто вместо них это сделает? Да, государство может делать, но государство, вы знаете, как делать. Государство всегда делает вот так вот. Справку принесите. То есть это ни о чем. Это грубо, просто, проверяемо и ни о чем. Единственный способ для того, чтобы это было достоверно, для того, чтобы можно было с этим работать, для того, чтобы можно было отличить харизматичного учителя, который любит детей, от харизматичного учителя, который юзает детей, это профессиональное сообщество. Потому что, да, Катя говорит, есть люди, которые давно знали и как бы вытесняли. Потому что, а что им делать? Непонятно, куда идти? Сразу в прокуратуру уничтожать свою любимую школу. У нас два, в этом смысле у нас есть две опции. Первое – поспретничать на кухне. Второе – уничтожить школу. Слушайте, ну это из серии, да, вот если у нас весь уголовный кодекс будет из серии погрозить пальцем или расстрелять. Будете вы заявлять о преступлениях или о чем-то еще? Если вы знаете, что либо человеку погрозят пальцем, либо расстреляют. Вот никаких других опций не предусмотрено. Нет алгоритма, куда действовать. Непонятно, куда идти. Непонятно, куда с этим разбираться. Непонятно, что с этим делать. Если бы было, то я думаю, что многие люди прибегли к этому алгоритму. Вместо этого у нас начинается говорят по слухам, да может и нет. А если вопрос открывается, то сразу приходит Следственный комитет и начинает все утюжить. Ну вот. Ну до сих пор тот же Следственный комитет, насколько я знаю, никаких решений по этому поводу, даже с 57-й школы не принял и так далее, и так далее. Я просто не хочу про 57-й школу говорить, потому что по сию пору в нее стоят очереди. Они сделали замечательную историю, как в принципе и Лига школ с точки зрения образования и так далее. Но сейчас, понимаете, что получилось? Сейчас все начинает переворачиваться, что Лига школы, а не какая школа и так далее, и так далее, и так далее. Про это уже много сказано и написано. Я вот этого, мне вот это грустно. Потому что, ну, можно по этому поводу действительно много ерничать, шутить и так далее, но пока, вот на мой взгляд, на мой взгляд, пока школу не будут рассматривать как территорию, в которую происходит самое важное, выращивается человек, воспитывается человек в каких-то, как это сказать, этических, вот сейчас, вы видели сейчас новый кодекс учителя? Нет. О, почитайте. Нам, когда пришел кодекс учителя, я подумал, если мы этот кодекс сейчас опубликуем и дадим людям читать, они подумают, что я сошел с ума. Вот такие вещи прописаны. Кто его написал? И так далее. Ну, это прислали из министерства. Ну, в том-то и дело, понимаете. Бумажки, написанные в министерстве, это ни о чем. Это опять имитация. Это все фальшивка, да. Кодексы этические работают только в одном случае. Если они создаются сообществом, если они создаются сообществом, если они выстраданы сообществом, если они обсуждены сообществом, на миллионе кейсов, убившись, наступив на грабли, получив имя полу. Очень важная вещь, я хочу сказать, в виде, слушая все разговоры о сектах, о закрытых школах и так далее, и так далее. Вот одна важная вещь, технологическая, которая должна быть. Должно быть точно сказано, что школа это место, где встречаются три стороны учебного процесса. Дети, педагоги и родители. И вот эта штука должна быть неформальной, как у нас были эти сделанные советы, как они правильно называются? Попечительские? Не, 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 попечительские, слово высказало. Родительские говорят? Не, не родительские, сейчас управляющие советы. Вот записано, должны быть управляющие советы. Ну посмотрите, там написано, ученики должны туда входить, три человека. Это, это, управляющие советы, это территория. Я вам расскажу сейчас какую-то, вам скажете, ерунду. Ну так решается жизнь, я вам скажу. Я каждый год хожу во время огоньков, где-то в конце декабря, когда все это проходит, и там какие-то подарки в каждом классе дарю и так далее. Обычные родители. И вот тут я как-то понял, что у меня, ну я стихи им какие-то читаю, детям всегда дарю кусок своего счастья детского, мандарины. Ну это мы, я делюсь им, что это было когда-то. А значит, сетками, такими авоськами. И не знал, значит, что, и тут я вспомнил, что я лежал в больнице, у меня была диета номер пять, и своему другу большому написал письмо эссе про хаш. Какой-то замечательный напиток, ну, едакая, потрясающая, когда, как это вкусно, как это пара утр, как это хаш, и так далее. Ну то же, и тогда я взял это эссе, прочитал родителям в каждом классе. Ну зачем? Я в конце сказал два слова. Завтра в ресторане наш дворок, на метро 905-го года я вожду в 10 утра. В 10 утра я пришел к ресторану 905-го года хашный. Ну, армянский ресторан. Стоит один мужик. Говорит, я знал, что вы шутили, но приехал. Через пять минут подошло еще двое. Сказал, я знал, что это ерунда, но я приехал. Через 20 минут нас сидело 15 человек. С семьи мы приехали и так далее. И в этот момент мы проговорили, пока ели этот хаш, там что-то выпивали, про столько всего, про чего мы никогда не могли говориться, в том числе и про многие вещи, которые кому-то казались. Когда мне кажется, что ребенок себя ведет неадекватно, как-то, я приглашаю его родителей, звоню и говорю, вы знаете, я ничего не видел. Я не знаю, употреблял, не употреблял, я не знаю этого ничего. Но я волнуюсь и хочу вам свое волнение передать. Поволнуйтесь тоже. Я ничего не знаю. Вот только не уверяйте меня, что он никогда этого не делал. Я уверен, я этого не видел. Поволнуйтесь. Если бы мы в этом сообществе, вот эту территорию жестко сделали такой. Понимаете, когда я сделал родительский холл в школе, половина родителей до сих пор стоит на улице перед Шкодом, в школу их не пускают. Так? Так. Холл. Они перемалывают нам там кости, пьют кофе, тоже нельзя кофейный автомат держать и так далее. Им показывают какие-то фильмы про то, как уроки проходят и так далее. Вот когда мы начнем разговаривать на территории все вместе, может быть, тогда и возникнет ситуация, когда можно будет это все проговорить. Вот сообщество, которое может решать эту проблему в большей степени, а не то, когда нам присылают эту директиву, правда, про кодекс учителя. Почитайте, это грустная история. Но, хочу сказать, родители, будьте бдительны, когда вы отдаете своих детей в школу. Походите по ней, придите, посмотрите, понюхайте, пощупайте. Ну, подождите, но есть какие-то неочевидные вещи, которые не понюхаешь и не пощупаешь. Вот вы когда говорили про этический кодекс, который подписывают вас учителя и родители, и ученики. Вот в этом кодексе что-то написано про индивидуальные уроки, например. Индивидуальные уроки? Да. Может ли ученик вашей школы прийти к учителю вашей школы домой на индивидуальный урок? Ну, это прописано в законе, что индивидуальная стратегия образования существует и могут быть индивидуальные уроки. Конечно же. В бане. В бане. Ну, в бане не в бане, но дома. Хотя бы дома. То есть это может... Может назвать надомное обучение. Вот ты приходишь на надомное учебник куда-то. И что? И что? Есть такое надомное обучение. Приходит учитель к ученику домой и занимается с ним дома. Замечательный учитель. Что ты там сделаешь? Ну, вот это я задаю конкретный совершенно вопрос. Это обсуждать можно как угодно. Это все равно, знаешь, как говорим про инклюзивное образование. Этого быть не может в той конструкции обычной школы, если нет вокруг другой среды. Потому что не на уроке ученик, да, он может сидеть. У меня пять лет учится ребенок. Я же знаю, где это происходит. Мы же неправду говорим. Так и здесь неправда, что это можно просто так решить. Есть надомное обучение. Пожалуйста, по закону образования. Пожалуйста, приходи, вот учитель пришел его домой. Как его проверить в этот момент? Людмила Владимировна. Скажите. Скажите. Ну, еще раз. Смотрите, тут не пропроверить. Индивидуальные уроки могут быть, индивидуальных уроков может не быть. Мы можем очень много говорить вообще о проблемах школы, о том, это огромная тема, но все-таки вроде как сегодня мы договорились говорить о конкретной теме. Это о том, защищает, как мы можем придумать какие-то механизмы, способы защиты детей от абьюза. Это же не только сексуальный абьюз. Это же очень много насилия в школе, очень много унижения в школе, очень много эмоционального насилия. И нет никакого способа об этом говорить. То есть, единственное, что ты можешь, это если тебя как родители что-то не устраивает, и ты что-то заметил, это жаловаться. При этом жаловаться тоже десять раз подумаешь, потому что у нас же еще до сих пор, продолжая там предыдущую тему, у нас до сих пор осталась совершенно сверхценность образования в представлении людей как социального лифта. Это еще остатки того периода, когда от аграрной страны мы переходили очень быстро, в очень короткие сроки, и действительно образование было единственным шансом для множества людей, которые жили в кошмарных условиях, без паспортов и так далее, выбраться в люди и жить человеческой жизнью. Это сверхценность образования, сверхценность хорошей школы, под хорошей школой имеется в виду именно престижная школа, дающая хорошие результаты экзаменов. Она до сих пор у наших людей прям зашита в подкорке. И ради того, чтобы мой ребенок учился в хорошей школе, я могу закрыть на что-то глаза, я могу на что-то не обращать внимания, я могу на что-то себе позволить. В некоторых хороших школах дети в невротике просто через одного, потому что их давят и прессуют со страшной силой. Это не сексуальный абьюз, это какой-то другой абьюз. И непонятно, что с этим делать. Извините, а что вы вкладываете в понятие хорошая школа? Просто если у вас ребенок не в ротик в хорошей школе, то что такое хорошая школа? Считающаяся хорошая. Я в данном случае не то, что я вкладываю, я-то вкладываю другое совсем, но то, что считается хорошей. Те школы, которые высокие позиции занимают в рейтинге и так далее. Нет никакого-то механизма. При этом в школе есть очень много, например, того же буллинга. Куда, например, пойти, что с этим делать, если ребенок подвергается буллингу со стороны ли педагога, со стороны ли сверстников. Поясните, пожалуйста, тут ползал не знает всех тех слов, которые вы употребляете. Это когда кого-то травят, когда кого-то дразнит, травят, изолируют, обзывают и так далее. Это эмоциональное насилие, групповое или со стороны педагога. Огромное количество очень грубого обращения. И, понимаете, мне кажется, во что в конечном итоге мы упираемся? У нас школа не воспринимается как территория, где дети должны быть в безопасности. Вот это вообще нет у нас в голове такого, что прежде всего школа должна не вести к вершинам и не давать блестящее образование, а школа, действительно, в которой, я согласна, дети проводят огромную часть своей жизни, это главное содержание их жизни с 7 до 18 лет. Прежде всего, школа должна быть территорией какой-то минимальной безопасности. Да, со своими драмами, страстями и так далее, но там не должно быть издевательства, насилия. И если мы эту задачу не ставим, как вот основную, основополагающую, то никакие решения к нам не приходят в голову. Эта задача не может быть решена бумажкой, написанной в министерстве. Эта задача должна быть поставлена педагогическим сообществом и родительским сообществом. Вот смотри, какая штука. Это не я придумал. Одна замечательная учительница, которая у меня работает, она сказала такой текст. Я уже не раз говорил, мне очень нравится. До семи лет мы учим ребенка ходить и говорить, а потом его приводят в школу и мы учим его сидеть и молчать. Да. Это правда. Понимаете, какая штука? Вот мы так по-разному понимаем то, о чем вы говорите. Смотрите, есть замечательный класс у меня. Они почти никто никогда не опаздывает. Они никогда не пропускают вместе с родителями, вероятно, уроки, они еще маленькие. Я захожу, прихожу к ним в класс. Ну, во-первых, я никогда сижу на уроке, я не сажусь никогда сзади. Вообще, вообще это ситуация, когда мы от этого не можем уйти. Что такое? Что такое вот эта вот классная урочная история, когда мы сидим спиной друг за другом? Что хочется сделать, когда ты сидишь за спиной кого-то? Спрятаться. Достать что-то и что-то сделать здесь. Или потом я помню себя, как я увидел, что на спине появился лифчик. Ну, в смысле, его контуры. Учиться было уже невозможно. Потому что там что-то невероятное должно было происходить и это вообще не до этого. Дальше мы даже не задумываемся о том, что когда я встаю, отвечаю, за мной сидит человек. Что вообще-то говоря, мне должно быть просто физически неловко. Равно как я встаю, отвечаю, а передо мной человеку до фонаря. Он даже не посмотрит на меня. Мы не можем эту проблему решить, чтобы рассадить и так далее, и так далее. Самые консервативные люди это учителя во всем мире. Но я сейчас хотел сказать не об этом. Это я просто потому, как я смотрел в классы. Да? Есть первый звонок, есть второй. Я зашел с первым звонком, говорю, здрасте, я вот здесь сяду, рядом впереди, буду смотреть. Да? И сел. Я говорю, вы садитесь. Они не садятся. А мне учительница замечательно говорит, ну, они со вторым звонком они и сядут. Я что, буду стоять? Говорит, ну, второй звонок. Ну, я тоже встал, естественно. Это я к тому, что некоторые родители скажут, вот это надисциплина, которая нам нужна. А другие скажут, это просто издевательство. И где эта середина? Я помню прекрасно, моя учительница русского языка заходила в класс, у нее была такая книга, она поднимала ее и отпускала. И мы как такие бобики сидели. Она говорила одну фразу, кто меня еще не видит, кто меня еще не слышит. На всю жизнь, я помню, парные согласные, БП, ВФ, ГКД, ТЖС, и не парные, РЛМН, и ХАЦ, и ШАЩА, и КАТА, либо ТАКИ, НИБУДЬКОЕ, которые писали черточки, на всю жизнь. Она была строгая, но никогда нас не унижала. Это такая, вот это, где эта грань? Как ее просто измерить или записать в уставе караульной службы какой-то? Это очень трудная штука, понимаете? Все такие понятия, грани вырабатываются обсуждением кейсов. Никакого другого способа никто не придумал. Никакой устав, написанный где-то в министерстве, как бы вы говорите, что устав из министерства спущен, это не опишет. Я с этим вообще не спорю. Но вторая крайность, сказать, это все очень тонко, поэтому мы вообще никак не будем это выяснить, описывать. Это тоже невозможно. Как вырабатываются такие грани в человеческих сообществах? Только одним способом. Мы говорим об этом, мы обсуждаем, мы выдвигаем критерии, мы пытаемся убедить друг друга, мы разбираем кейсы, мы вносим корректировки, раз за разом, раз за разом постепенно формируется культура, формируется представление о том, что можно и нельзя. И да, когда уже культура сформирована, то многое не нужно запрещать сверху, потому что оно как бы изнутри людям немыслимо так сделать. Родители, которые считают, что нормально, когда ребенок приходит из школы, заикаясь от ужаса, это же тоже вопрос культуры, вопрос того, чтобы это не было бы принято, это не было бы нормальным и естественным. Это же в сумме всего. Родители, которые не считают, что если в этой школе дают прекрасное образование, то можно, чтобы там девочек тискали, это же тоже вопрос культуры. Мы тискали девочки. Кстати, очень хорошо в одном из видеообращений выпускница Лиги школ сказала, что да, со мной этого не было. У меня к этой школе нет ни одной претензии, потому что все, что я от нее получила, это прекрасное образование, которое позволило мне состояться в жизни и так далее. Но готовы ли мы подумать о том и согласиться на то, чтобы прекрасное образование от них было оплачено психологическим разрушением других? И эта девочка говорит, я не готова, я не готова сказать, что хорошо, раз эта школа мне лично ничего плохого не сделала, я получила оттуда много прекрасного, ничего страшного, что какая-то моя однокурсница 30 лет по психотерапевтам ходит, восстановиться никак не может. Весь вопрос, что готовы ли мы на это? Сколько в этой школе человек, чтобы люди представляли, было в Лиге школ? Ну, я не знаю, там несколько десятков общества. 60 человек. Да, небольшая была, да. 60 человек. Мы об этом говорим уже почти целый час. При 60 людях в школе, да, ну, конечно, можно было давно уже расстрелять, извините, директора, который не мог этого не знать, должен был просто принять нормальные решения по этому поводу. Просто, это ситуация, как бы сказать, это нам, вот, вот я хочу сказать, аномальная совершенно ситуация, 60 человек в школе. Ну, что такое 60 человек, чтобы не понять, что происходит? Это ерунда, конечно. Просто, то же все, вот понимаете, столько лет прошло, вдруг кто-то решил вспомнить, я почитал, и Николопову почитал, разных психологов, которые по этому поводу говорят, он говорит, а может у него в жизни потом ничего не сложилось? И она думает, когда же это у нее случилось, что вот сейчас у нее что-то не вышло? Наверное, тогда, когда ей показалось, что он ее, может быть, тискал, наверное. Он, может быть, не хотел этого, у него, может быть, на лице было написано, может, она еще больше хотела. Это прямо вторая болезненная для меня тема, потому что, когда я читала высказывания некоторых коллег, мне хотелось просто провалиться сквозь землю, да, потому что вот это как раз тот случай, когда тоже, когда должна быть психологическая, извините, ассоциация и комиссия по этике, и должна спрашивать, какого черта ты, будучи психологом, несешь вот такой, то, что называется victim-blading, да, то есть обсуждение, осуждение жертвы, да, и перевод стрелок на человека, который рассказывает в публичном пространстве о пережитом насилии. Даже если он ошибается или что-то не так говорит, или преувеличивает, или что-то еще. Я этот пример только привел. Ты не можешь, просто, тут что важно, да, вот это прям очень важно, чтобы мы понимали, да, это общая, это составляющая часть общего всего. Когда начинают вместо этого обсуждать, а может у них жизнь не удалась, а может они все придумывают, а может они что-то мстят, а может они что-то. Вот основа той безопасности, о которой мы говорим, например, это запрет, просто запрет внутренний, да, общий, и само собой разумеющийся. Как нельзя сморкаться в подол, так же нельзя в ситуации, когда человек говорит о том, что он был жертвой насилия, первым делом начинать обвинять и обсуждать его. Да, может быть, его показания недостоверны, может быть, он преувеличивает, может быть, что-то еще, это уже второй вопрос. Но в ответ на сообщение о том, что я был жертвой абьюза, единственное, что может быть, это только понимание сочувствия и выражение готовности с этим разобраться. Когда в ответ у нас даже психологи начинают говорить, да это у нее замуж никто не взял, поэтому она теперь такое несет. это какое-то уже дно называется. Я этот пример привел только для того, чтобы сказать, даже в своем сообществе, вы, являясь специалистами, даже вы не можете договориться о том, что это значит. У нас нет, вы знаете, вы знаете, как мы назвали, вот педсовет, который произойдет на мартовских каник, мы назвали педсовет «Этика и психология семейной жизни». В том смысле, что мы в своей семье еще раз хотим поговорить о всех конфликтах, которые происходят. Потому что другого способа, как разговаривать, ничего нет. А я вас спросила, вы говорили спецсоставом, вы мне сказали, что я псих, что ли? Нет, ну понимаете, вы спросили, вот о чем говорите. Это вот как в том, в том моем разговоре с американцами, очень долгий, каждодневный разговор связан с тем, что у нас какие-то этические и эстетические уже представления потихонечку вырабатываются. Это не просто так. Это не просто. Вот взять, собрать людей и говорить им так или иначе бессмысленно. Абсолютно. Для этого долго. Это все равно как, вот мы потихонечку в школе сделали так, что у нас учатся, да, и на коляске дети, и вот синдром, и много детей, усыновленных. Вы знаете, сколько лет к этому шли? В 88-м году, когда первый раз мы были спутником Тюза Московского, Яновская мне говорит, Сережа, привози, пожалуйста, детей и помочь нам. А что там было такое? Мюнхенский театр Кабаре и коллег выступал. Я такого не видел в жизни. На колясках и так далее строили пандусы, потому что ни одного театра не было в 88-м году, куда можно, или сейчас почти нет. И мы катали людей на колясках, чтобы они могли войти в театр. Я тогда даже не думал, а как они дошли, до театра доехали. И потом год за год я им строил школу, с пандусом мы приглашали людей, и тогда только потихоньку мы начали говорить о том, что и то, в прошлом году девочка 4 года отучилась, и потом случайно кто-то, проходя мимо меня, задел ногой и устроил разбирательство с родителями. Какая-то мама говорит, а почему вы нам перед первым сентября не сказали, что у нас будет учиться ребенок даун? А я говорю, а по вашей логике я должен был сказать, сколько у вас будет евреев учиться в школе и еще мусульман перед первым сентября, а как иначе? Это такой долгий, долгий, долгий процесс. Слава Богу, что мы начали об этом сейчас говорить. Отлично. Я только за. Но это разговор, никто ничего другого, как разговаривать, не понял. Ну, аккуратней. Это деликатная сфера. Вот и все. Последний вопрос. Очень часто педагоги, школьные, в связи с этими конфликтами внутренними говорят о том, что самое страшное, что произошло с историей Лиги школы, с историей 57-й школы, это то, что они выплеснулись, как ушат всего вот этого на людей, не очень готовых и не очень даже желающих об этом знать. И вместо того, чтобы быть обсужденными в узком профессиональном сообществе или в какой-то школе, стали обсуждаемы, как светские новости, желтые, всеми, кому ни попадя. Действительно ли вы, если можно, короткий вопрос. Действительно ли вы считаете, что такого рода проблемы это дело, внутреннее дело школы, когда в него все лезут, то получается, черти что. Или действительно должно быть широкое общественное обсуждение и действительно каждому и в этом зале, и вообще в стране должно быть дело до того, что насилие происходит в какой-либо из российских школ. Ну смотрите, как это получается. Если бы, я так понимаю, что и в том, и в другом случае были попытки обсудить это в узком кругу. Если бы эти попытки были успешны, то, собственно говоря, проблема была бы решена и в рейсе общественности обсуждать было бы нечего. В реальной жизни как бывает? Либо малая группа, малое сообщество справляется самостоятельно, там семья, не знаю, там школа, какая-то организация и так далее. Если она справляется внутри своими силами и все нормально, то ни государству, ни обществу обычно нет дела. Если она не справляется, то рано или поздно конфликт вылезает. Дальше, когда общество начинает, когда все дело в том, что в обществе не очень правильно сейчас стоят стандарты, не очень правильно стоит точка нормы, что нормально и что нет. Дальше общественная дискуссия сдвигает точку нормы и дальше уже каждая конкретная организация, семья, школа и так далее начинает под эту точку нормы в том числе своей практике подтягивать. То есть, как бы и да и нет. Да, хорошо было бы, чтобы они все прекрасно решили у себя и тогда бы не о чем было говорить. Но поскольку они не решили у себя, то рано или поздно эта бомба взрывается в общественном пространстве. 57-я школа история началась с флешмоба, когда все стали писать, что у меня было и вообще не писать в школе, что в детстве у меня что-то такое было. Помните, это же летняя история? И кто-то во время этого флешмоба вылил эту историю. И что? Мы сейчас не будем... Нет, история 57-я школа пошла именно с этого. Ну как? Елена, вы правы, не совсем так, но мы сейчас не будем вдаваться в детали. Я потом вам расскажу. И мне вот в этой связи, вы что хотите, интернет удержать как-нибудь? Это психи, представляете, что творится. При этом я вам скажу одну вещь. Когда доступность интернета стала такой, что я думал, господи боже, мои дети нажатием кнопки попадают, черти в какое пространство, где видят все, о чем я даже представить не мог. И что? И ничего. Так же влюбляются, так же ходят, держаясь за руки, так же страдают от несправедливости, так же, это все равно, все просто, и это не имеет, кстати, никакого значения. И, то есть, не то, что не имеет никакого значения, это все такая вещь переживаемая, про 57-ю забудут, это школь пройдет, то, что мы, тема такая возникла, вы говорите, должно ли было так обсуждаться? Ну, можно об этом еще поговорить полчаса. Оно вылилось, и стали все про это говорить, потому что все еще ждут этого, ждут, как отъезд, мои однофамилицы из Москвы, все ждут, что будет что-то горячее. Знаете, есть такое хорошее... Мне не нравится такое обесценивание подобных обсуждений, потому что это то, что касается всех, это стандарты... Это факт, это факт, как тот же самый, что я приходил со двора в 60-х годах, мне что говорили? Надо уберечь мальчика от двора. А мальчик приходил со двора и говорил маме, которая жарит котлеты, мама, ты по фене ботаешь? А мама, которая жарила котлеты, мне отвечала, а по помойкам ледаешь? Она на стройке с уголовниками работала. Это такая же сеть была, точно как сейчас. Ее нельзя было никак остановить. Только одни из этой сети потом, как у Висбора, стали там академиками, другие в тюрьму пошли. Весь вопрос в том, куда мы хотим двигаться. Понимаете, можно приводить 225 примеров того, как было нормально когда-то. Ваших любимых древних греков было нормально лишних детей поубивать, и тоже никто не парился из-за этого, если он мне очень нужен. Особенно, мало ли, что когда было нормально в истории человечества, мало ли, что нормально в каких-то и сейчас дальних краях мира, где жуткие вещи нормальные. Мы-то что решаем? Мы-то куда хотим двигаться? Мы-то хотим, куда свою точку нормы совмещать? В сторону большего уважения, большего уважения к субъектности детей, большего уважения к безопасности? Или мы хотим точку нормы благодаря тому, что где-то что-то бывает по-разному, пусть она стоит там, где есть, и мы не будем это все обсуждать? Меня смущает такое обесценивающее отношение к этому. Я считаю, что очень огромная роль была этого флешмоба и этих обсуждений, потому что есть вещи, которые должны рано или поздно стать явными и быть произнесены вслух. А я с этим не спорю ни секунды. Это такой древний, в конце концов, архетипичный сюжет про прорастающие через тростник, и когда из этого тростника делают дудку, то она поет. Иногда травма требует 20-30 лет, чтобы переживать. Я с этим не спорю ни секунды. Я просто говорю, что это нельзя остановить. Знаете, вот если, простите, вспомнил, на финал, очень хорошее, нет, очень, правда, поверь мне, когда жители Земли как-то увидели, что на звездном небе звезды стали таким образом, что можно снизу было прочитать, кто вы. Ну, жители засуетились, стали по мобилам звонить друг другу на континент и договорились сделать огромный флешмоб из костров, где было сверху, прочитать можно было. Мы люди. Когда они это сделали, они подняли глаза все к небу, звезды засуетились, зуетились, остановились и все прочитали. Мы не вам. Спасибо вам большое. Буквально через две минуты Эрмитаж Александринков, Фокин Петровский. Захватывающий диалог.